Ох, какое же прекрасное сегодня утро. А всё почему? Да потому что я сегодня выходной и сегодня я не буду работать на деревенских грядочках. А вместо этого я сегодня буду целый день смотреть фильмы, сериалы, видео по Майнкрафту. Поставьте лайк, если любите видео по Майнкрафту. Ну а также мы сегодня будем спать, целый день спать. Давайте прямо сейчас пойдём в наш родной дом и... Житель, что ты здесь делаешь? Я пришёл тебя предупредить, что тебя вызывает мэра к себе. О господи, ну что этому мэру от меня надо? Привет, мелкий. Что этому мэру от меня надо? Нет, ну я серьёзно не понимаю, что ему от меня надо и почему он меня вызывает. Работаю по грядкам, я делаю. Ну, конечно, я сегодня выходной, но вообще я её делаю. И что я такого сейчас сделаю, я не понимаю. Так, давайте постучимся и зайдём к мэру. Так, мэр, мэр. Странно, никого дома нету. Так, может где-то он в деревне. Давайте побегаем, поищем мэра где-то, где-то, где-то. Мэр? Стой, мэр, привет, привет, мэр. О, привет. Слушай, мэр, а зачем ты меня вызывал? Короче, есть такое к тебе дело. Какое дело? Я собираюсь езжать в город жителей, но мне надо сделать ремонт в доме мэра. Да, я это знаю, что ты собираешься в город жителей. Кстати, помнишь же о том, о чём я тебя просил? Остановись, мэр. Помнишь, о чём я тебя просил, что я просил тебя привезти мне? Конечно, помню. Ну, так привезёшь? Конечно, привезу. У меня есть к тебе задание. Ну, и какое же задание мне надо выполнить? Сходить в лес, там, нарубить деревья в каких-то, выполнить работу по грядкам или ещё чё-то? Нет, тебе нужно сделать у меня в доме ремонт. Ремонт у тебя в доме? Ну, кстати, да, я с тобой согласен. Надо бы уже сделать ремонт у тебя в доме. И откуда мне брать ресурсы? Может, ты мне их выдашь? Нет, ресурсы возьмёшь ты у себя из креатива, который я как раз вынул. О, креатив, это прекрасно. Креатив, за креатив спасибо. Слушай, мэр, но... А я что, это бесплатно буду делать? А, три стака изумрудов тебе хватит? Конечно, мне этого с головой хватит. Судя по тому, что я зарабатываю на грядках, Чтобы вы понимали, ребят, я зарабатываю на грядках только три изумруда в день. Три изумруда в день, это мало. А коммуналка стоит 15 изумрудов в месяц. Ещё плюс еда, ещё плюс всякие другие затраты. Стой, мэр, подожди, мэр, остановись, остановись. И что мне ещё надо сделать? Ну, как-то мне обустроить ещё надо. Ну, короче, смотри, обустроив в своём стиле. Ну, как тебе нравится? А мне уже пора бежать. Стой, мэр, подожди, подожди! Блин, мэр куда-то исчез. Ну и куда он уже убежал? Ребят, так, стоп, мэр, ты? А, нет, это не мэр. Это был не мэр, к сожалению, и давайте зайдём в его дом и посмотрим, что здесь за... Старьё? Серьёзно? В этом доме остаётся только жить аборигеном. И теперь я понимаю, почему мэр меня попросил сделать ему ремонт. Но, хорошо, давайте начнём сначала с замены деревянных досок. И на что можно заменить деревянные доски. Первым бы делом я хотел бы заменить доски на... Ммм... Дубовые доски на белые доски. А булыжник нам надо заменить на кирпич. Также нам надо выбрать стекло. Стекло мы возьмём... А давайте оранжевое возьмём. А будет прикольно. Давайте начинать делать ремонт. И попытаемся мы с ним быстро управиться. Внешнюю часть дома мы сделали. Осталось нам сделать внутреннюю часть дома. Так, житель, уйди отсюда, пожалуйста. Дай мне открыть дверь. Мне мэр сказал сделать ремонт в его доме. Так, давайте забаррикадируемся. Забаррикадируемся. Да возьмём самое обычное стекло. Житель, выйди отсюда, выйди. Ты меня не слышишь. Я сказал, выйди отсюда, выйди. Выйди. Ушёл отсюда. Ушёл отсюда. Так, забаррикадируемся стеклом. И давайте сносить всё, что здесь есть. А также поменяем пол на какую-нибудь шерсть. Первое, что я предлагаю сделать в этом доме, это сделать нормальное освещение. И мы заменим всё, что здесь можно. Повесим вместо обычных факелов. Лампы. Лампы из Майнкрафта. Да, и мы сейчас используем редстоун. А также мы поставим лампы. Также мы заменим весь булыжник на потолке на кирпичные камушки. И, кстати, ребят, если вам это видео нравится, и вы хотите больше таких видосов, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, ведь это очень важно для меня и для моего канала. Потому что, когда вы подписываетесь, таким образом вы показываете, что вам нравятся мои ролики. И вы хотите их больше видеть, вы хотите больше видеть таких видосов. А когда вы показываете то, что вы хотите видеть больше таких видосов, мне становится безумно приятно. И я вкладываю больше усилий для того, чтобы снимать каждое видео. Давайте заменим булыжник на шерсть. Ну вот мы и заменили весь булыжник на шерсть. Осталось только стёкла поменять на оранжевые. Эти ужасные прозрачные стёкла на оранжевые панели. И вы просто посмотрите, как они божественно выглядят. Но согласитесь, ребят, просто посмотрите. Они тем более ещё соединяются. Это очень круто и очень прекрасно. Мне нравится вообще делать ремонты у каждого жителя, у каждого игрока. И как думаете, может мне записать ролик, где я делаю ремонт какому-то рандомному игроку на любом сервере, на каком вы захотите? Если вам эта идея нравится, то обязательно пишите в комментариях, снимать ли мне такой ролик. А также я скоро буду снимать видео 100 дней выживания в каком-то мире. А в каком вы должны написать в комментариях. Ну не должны, конечно, по желанию. Но ваша задача написать, в каком мире мне выжить целых 100 дней в Майнкрафте. Тем временем мы не будем останавливаться, у нас вечереет, но мы продолжим делать ремонт. И первым бы делом я хотел бы поставить здесь диванчик рядом с ходом. То есть примерно вот здесь вот. Блин, красивый диван. Здесь сидишь, ждёшь пока мэр освободится и так далее. Примерно вот здесь вот подставить стол для того, чтобы мэр мог работать и не отвлекаться. Здесь стул, а здесь компьютер. Компьютер это хорошо. Житель, пожалуйста, уйди отсюда, уйди. Мэра ещё нету дома. Здесь мы ставим светильник, двойной светильник. И почему-то второй светильник не хочет ставиться. Вот, наконец-то поставился. Давайте его включим, пускай освещает. Ну а здесь мы повесим телевизор. Не забываем также про ванильные вещи из Майнкрафта по типу сундуков, печек, верстаков. Верстак мы поставим где-то, ну там же где он и стоял, в углу. Печку мы поставим выше, над верстаком. А ещё выше мы поставим сундучок. Фух, так, вместили. Здесь, где-то здесь, где-то здесь. Ну, вот здесь вот, да. Мы разместим кровать. Здесь будет спать мэр. И давайте повесим книжные полочки. Потому что я знаю, что мэр очень любит читать книги. Поэтому мы повесим книжные полочки немножечко выше. И даже больше повесим книжных полочек. Где-то здесь я хочу поставить проигрыватель и засунуть туда пикс степ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! ДИКТОРАТИВНЫЕ ВЕЩИ Ой, что-то я заслушался совсем пикс степ. Также не забываем про диктор... Декоративные вещи. Дикторативные, нормально. Декоративные вещи. Здесь повесим картину. Нет, некрасивые картины. Блин. Два раза пропустим. О, вот эту картину оставим. А также ещё одну где-то влепить. Ну, давайте над сундуком влепим картину. Нет, такая это некрасивая. Давайте влепим вот эту картину. Пускай здесь висит. Также мы повесим светящуюся рамку. И повесим подарочек лично от нас. На этом блоке мы повесим рамочку. И сделаем новую карту. А это карта нашей деревни. Какая же она прекрасная. Повесим её здесь. Потом... Блин. Деревня наша неполная. Вот как она выглядит сверху на самом деле. Поэтому здесь неполная карта. И не хватает некоторых домиков примерно с той... С той стороны или же с той стороны. О, закат как раз. Закат. Это прекрасно. Давайте понаблюдаем за ним немножечко. Ох, солнышко наконец-то взошло. А мы идём дальше. Продолжим делать ремонт Мэру. Продолжим всё делать по мелочам. Здесь я хотел бы посадить цветочек. Красивый наш маг будет любовать глаз Мэру. Ну а также я хотел бы немножко заменить дорожку к Мэру. И сделать её не только из красной шерсти. А ещё и из белой. Сделаем дорожку к рабочему месту Мэра. И заменим также дверь. Хопа и хопа. Так. Ставим такую дубовую дверь. А, дверь из тёмного дуба. Да. И вот как наш дом снаружи выглядит. Да. Снаружи ещё надо кое-что добавить. И добавим мы здесь, ну думаю лавочку одну. Одной лавочки хватит. Хотя, мы можем лавочку ещё сзади дома поставить. Или же вообще вот здесь вот поставим двойную лавочку давайте. Две лавочки это прекрасно. И будет где жителям сидеть заодно. Также зайдём сейчас в дом. Добавим сюда зеркальце. Нет, неправильно мы его разместили. Зеркальце мы повесим куда-то, куда-то, куда-то. Вот сюда. Вот. То есть мэр будет подходить к зеркалу, любоваться и начинать работать за компьютером. Давайте, кстати, его включим, пускай он прогружается. Ну а также где-то здесь мы можем повесить полочку. Например, над дверью. Даже немножко ниже её перевесим. И посмотрите, какой у нас красивенький домик. Осталось только мусорный бак поставить. Поставим мы его возле верстака, пускай стоит. И посмотрите, какой у нас красивый дом. Давайте уберём всё из инвентаря. И помилуемся этим миленьким домиком. Да, мы только что закончили делать ремонт в доме мэра. И это прекрасно было. Мне очень сильно понравилось то, что у нас получилось. Понравился окончательный результат. Ну а если он вам тоже понравился, то ставьте лайки и пишите в комментариях. Вот таким вот образом дом выглядит внутри. То есть сравните результат до ремонта и сравните результат после ремонта. Конечно, сюда жители сразу заходят. Наверное, к мэру пришли. Но мэра, к сожалению, здесь нет. Ну что, мне понравился наш окончательный результат. И если вы хотите больше ещё видосов по ремонту, то не забывайте ставить ваши лайки, а также подписываться на канал. Помните про идею делать ремонт какому-то игроку на сервере. Пишите в комментариях, согласны ли вы. И также вообще пишите свои комментарии. И не забывайте заглядывать по ссылочкам, потому что там у меня есть ссылочки на мои соцсети. Инстаграм, ВК, второй ютуб-аккаунт, третий ютуб-канал. Это просто удивительно, что у нас столь маленькая аудитория и достаточно неплохая активность, как для моего канала. Я очень рад этому. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. И если оно вам понравилось, напомню, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажимайте на колокольчик. Ну а с вами был я, мистер Леон. Всем удачи, всем спасибо и всем пока, ребят. Пока-пока-пока-пока.